На канале СТБ продолжается премьерный показ третьего сезона исторической мелодрамы «Крепостная». В сюжете первой и второй серии, выход которых ожидается 1 ноября, мы увидим, что свадьба Андрея Жадана и Катерины Вербицкой казалась счастливым завершением невзгод бывшей «Крепостной». Да и вся Червинка была счастлива этому союзу и искренне радовалась за влюбленных. Но бракосочетание пары закончилось трагически, в церковь вломился всадник в черном плаще и пронзил сердце Жадана. Душа Катерины в этот момент разорвалась на части, ведь еще минуту назад Андрей у алтаря признался жене в вечной любви. Мужики Ти сразу же везут в больницу, где лучшие врачи пытаются спасти его жизнь. Жена Андрея в окровавленном свадебном платье ожидает его у дверей операционной. Девушка молится Господу и умоляет высшие силы даровать им шанс на счастливую совместную жизнь. Жандармерия нежно начинает поиски таинственного убийцы. По всему городу сотрудники правопорядка начинают охоту на всех особ в черном длинном плаще. Но как назло людей в таком одеянии в городе, просто десятки и найти того самого убийцу, кажется, просто непосильной задачей. Вся червинка еще не знает ужасных новостей, празднует свадьбу Китти и Андрея и ждет приезд молодых. Однако в червинку прибывают несчастливые влюбленные Апанас с Галей. Они сообщают крестьянам о покушении на Жадана и для жителей эта новость становится полным шоком. Однако не все так переживают за Андрея Андреевича, злые люди начинают пересуды о самой Катерине. Девушку преследует смерть. Косач, Шефер, младший Червинский, а теперь и Андрей. Вторая серия. Петр Червинский вернулся в червинку вместе с беременной женой Ларисой. Помещик уверен, что его наследник должен родиться в родовом поместье, но еще не знает, что оно ему больше не принадлежит. Именно поэтому выгоняет Китти в дождливую ночь, когда убитая горем девушка вернулась в дом. Несчастная и раздавленная Катерина отправляется к своим друзьям Назару и Арысе. Несмотря на происходящий вокруг ужас, в их семье наступает благостный период, ведь Арыся ждет малыша, чему ее муж несказанно рад. А тем временем, пока Катерина не отходит от постели Андрея Андреевича, Павлина ругается с Петром Червинским. Женщине непонятно, как он посмел выгнать девушку и решает и сама уйти из поместья. Павлина пытается уговорить остальных крестьян уйти вместе с ней, но им начинает угрожать помещик. Если они покинут его дом, то он их запишет как беглых крепостных. И хотя все они уже давно свободные люди, страх перед старшим Червинским не дает им восстать против него. Затем старший Червинский отправляется в Нежинский банк, чтобы понять, каким образом его поместье оказалось в руках Жадана. Банкир объясняет, что сын Петра, Григорий, заложил владение ради крупной суды и позже дом и все прилегающие территории продали на аукционе. Петр пытается уговорить банкира признать сделку недействительной, но чиновник сомневается, Жадан один из владельцев банка, а значит пойти против него будет сложно. Но и даже в случае его смерти поместье унаследует Китти, как его законная супруга. Банкир предлагает Петру Червинскому попытаться найти другой способ, как забрать свои владения назад. Премьера новых серий состоится 1 ноября на канале СТБ. Приятного просмотра и не забудьте подписаться на наш канал.